Всем добрейшее утречко. Я сегодня проспала до полдвенадцатого. Я так выспалась. С утра стала умылась, сделала вот масочку. И сейчас у меня запись на процедурку одну. Электропорация губ, кажется, называется. Сильно сказать про нее много не могу. Получается, улучшает контур губ. Может они побольше станут, цвет у них будет другой. Ну как бы что-то такое. Я вам потом расскажу. Я у знакомой увидела, что она теперь этим всем занимается и решила сделать. Так что веду на губы. Самое главное, что меня зацепило, что это все без уколов. Потому что я вот как бы уколы не хочу делать. А тут я увидела, что у нее и всякие омолаживающие массажи для лица. Ну что мне пока не надо, я еще молодая. Все без уколов. И еще у нее есть такой массаж для ягодиц получается. От целлюлита. Короче, очень эффективный. А если еще учесть, что я занимаюсь спортом, надеюсь это поможет. Поэтому я вот хочу у нее спросить насчет этого массажа, что почем, да, сколько сеансов нужно сделать. И еще хочу пойти на это. Что вот решила немножко для себя что-то начать делать. Также я перед Новым годом записалась на броли. Вот. И надеюсь я буду красивой. Не помню, говорила я вам или нет. Сессию я закрыла хорошо. Все. Вроде только все четверки, зачеты, пятерки. Так что сессию закрыла. И я была такая радостная и счастливая, что еще одна сессия позади. Все, я уже вышла на работу. Работаю с утра до вечера. Поэтому очень устаю и ни на что нет времени. Какие дела. Сегодня у нас суббота, получается завтра воскресенье. Завтра буду встречать Гену. Приезжает с аэропорта, буду его встречать. А сегодня никаких планов. Вот на губки схожу и все. И домой. Сейчас разморозила курочку. Ну, положила размораживаться. Чтобы кушать, готовить. Я вообще приду домой. В будние дни вообще на уборку не хватает времени. Потому что я вообще работаю, например, до семи. И с семи до полдевятого у меня стрейчинг. И я прихожу вот в полдевятого, ну, примерно в полдевятого, пока доеду до дома. Почти в девять приезжаю. Я просто ничего не хочу делать. Я просто ложусь и сплю. Единственное, на что меня хватает, иногда это посудомойку завести, стирку. Потом встаю в стирку, уже развешиваю и все. Поэтому сегодня нужно прибраться. Мы на кухне кое-что полубрасывали, поменяли. У нас теперь на кухне больше места ходить. Поэтому приду домой и сразу буду убираться. Так, я уже вышла. Сейчас буду выносить мусор. И сяду уже в машинку. У нас, кстати, возле дома поставили фонари. И теперь, когда вечер, ночь, вообще светло. Прямо хорошо. Сейчас буду чистить свою лапушку. Витя, конечно, не разрешает мне трогать краску. Так, только зеркала. Потому что, типа, краска может попортиться. Поэтому я только так стекла чищу и все. Одна сторона заснежена, а вторая нет. Ну все, так, поедем. Все, села. Сейчас поедем. Мой сменожек здесь. Красота. Вообще красота. Ездить на роботе. Вообще. Включила движение и едешь себе. Газ в сторону, газ в сторону. Вообще красота. Мы, кстати, заказали через интернет вот такие вот накидки. Они внизу прорезинены. Что так прилегают из алькантара. Так что вот такие вот накидочки. Потому что кожа, она все-таки зимой на ней холоднее сидеть, а летом жарче. Поэтому решили взять такие накидочки. Хотела с надписью хавал, но за эту надпись просили 2000. И я решила, что пусть будут уже тогда просто обычные. И так сойдет. Все, сделала я губки. Мне 15 секундочек записали. Так что я вставлю. В принципе, вообще нормальный результат. Без синяков, без всяких уколов. И никак. Прям губы уткой. Они стали чуть-чуть больше. Она мне сфотографировала до и после. И реально они стали больше и красивее даже. Так что мне понравилось. Она сказала, что эту процедуру можно еще раза два провести. Тем более, если хочешь еще больше губы. Я подумаю. Узнала у нее насчет этого массажа от целлюлита. Она мне все скинет прайс. Хорошо, что она моя знакомая. Потому что я как бы на такие дела стесняюсь идти к другим людям. А тут увидела то, что знакомая уже этим занимается. И решила пойти именно к ней. Так. Как же называется эта целлюлита? Уже не помню. Но она мне все поскидывает. И потом скажу. На что я решаюсь идти. Записалась еще на бровки. И вечно меня что-то мучает. Что-то хочу сделать с волосами. Но еще сама не знаю что. Так. Сейчас у нас сколько? 13.40. Сейчас, может быть, к маме заеду. А потом домой. У меня мама обучается же на права категории Б. И у нее вчера было первое практическое занятие. Заеду к ней поболтаем. Мама в шоке после этого практического занятия. И хочет автомат. Потому что на механике что-то не идет. Вот ей. Ну, не знаю. Посмотрим. Пойдем поболтаем. Ну, если честно, да. Автомат это очень круто. Прям очень. Но. Как-то я вот выучилась на механике. Пошла учиться. Не знаю, где газ, где тормоз. Как скорости переключать. Ничего не знала. Глохла, конечно. Бешено. Все, поеду. Всем привет. Я уже приехала к маме. Вот у нас что-то ждет на спице, да. Мама даже ничего не заметила. Так что нормально. А, в дворе стали? Нет. А что? Губы. Я уже дома. Все у меня в раковину только грязные выставляют. Сейчас буду в посуду моку все перекладывать. Нам пришел с Алиэкспресс почтовый ящик. Сейчас посмотрела. Чехольчик для этого ключика. Такой силиконовый. Вообще классный. Теперь царапаться не будет. Долго шел. Вообще долго. Он такой прикольный силиконовый. Вообще. Мне нравится. Мы на кухне вот вторую такую часть от дивана решили выбросить. Все тут тоже прибрали. Выбросили. Поэтому теперь у нас больше места. И я могу вам спокойно открывать свой ящик. с кастрюлями. Места даже больше стало ходить. Вот перед окном. У нас тут, кстати, два дома снесли деревянных. И уже вот один увезли. Второй вот увозят еще остатки. Наша машинка стоит. Так. Сейчас буду все с раковины положить на место. У нас Дамир, кстати, болел всю неделю. Витя с ним на больничном сидел. И вот в пятницу вчера мы выписались уже с больничного. И с понедельника пойдет садим. Уборова у него. Прям болела. Так на выходных вообще ничего не хочется делать. Хочется просто лечь и все. Спать. Лежать. Ничего не хочется делать. Вообще ничего. Так устаю за все это время. Рабочие. Посудомойкой, конечно, я очень довольна. Я просто счастлива, что она у меня есть. Это просто шикарно. Самое лучшее, что можно было вообще придумать. Так. Заведу ее сегодня. Так, стой бутылка. Витя у меня бутылки собирает. Ой, хочу апельсинку покушать. В этом году что-то вообще новогоднего настроения нет. Вообще не хочу. Не хочу наряжать елку. Вообще не знаю, как себя заставить. Ради Демира вообще не хочу этим заниматься. Ой, как только вспомню, что ее надо с антресоли доставать. Наряжать. А потом это все нужно убирать. Ужас. Вообще не хочется. Напишите, вы уже нарядили елочку? Или попозже решили? Я вот думаю, если вдруг и поставлю, то прямо перед Новым годом, но я ненадолго. Все, но чуть-чуть. Скорее бы уже быстрее Новый год. Отдыхать. Праздник. Красота. Вчера с Викой катались. Сейчас нередко выезжаем. Еще плюс из дождя тренировки вечера. После тренировки хочется быстрее домой в душ. Все мокрые. Сразу голову мыть. Все. Пропотеть. Нам хорошо там дают. Вчера на тренировке меня похвалили. Нас так тянули. Вроде как и больно и приятно. Потому что после того, как ты сидишь просто целыми днями, просто тупо сидишь в офисе, вообще не двигаешься. Хочется прям даже на тренировки ходить, чтобы тело как-то хоть подвигалось, потренировать его. Это очень даже приятно, когда растягивают. Вообще прикольно. Вообще хотелось бы на шпагат сесть. Не знаю, пока это у меня получится или нет. Потому что, ну, в детстве я ходила на вальные танцы и сидела на шпагате. Мы сейчас, когда приходим на занятия, мы сейчас, когда приходим на занятия, там в соседних кабинетах, такие девочки маленькие, ну, тоже по лет 7, наверное. Такие в белых купальничках с гулечками, такие красивые, как балеринки. Вообще такая прелесть. И вспоминаю, как я так же ходила. Все такое красивенькое на занятия. Ой, на шпагате сидела. А сейчас вообще деревянная. И надо тело в форму приводить. И вот я заметила, вот реально, когда занимаешься дома, ты быстро забиваешь на это. Перестаешь заниматься. То есть нет какого-то, не знаю, стремления. Дома вообще не могу заниматься. А то, что вот, например, занятия 2-3 раза в неделю, и туда вы ходите группой, то ты уже будешь ходить и будешь заниматься. И это прям какой-то стимул. Я вот похудела на 3 килограмма благодаря занятиям. И мы классно там попу качаем, и все. Вообще хорошо. Так что и на похудение это повлияло. И на фигурку повлияет. Только попросил. Да, я чищу там, все вообще чищу. Мама, почему ты еще не слил? Я свои слил уже. Да. А, сейчас все. Открою. С Дамиром мы с января пойдем на подготовку к школе. Он не на следующий год уйдет в сентябре, а получается, еще в следующий год он в садик будет ходить и отдыхать. Еще пока. Но с января мы пойдем на подготовку к школе. Там будут занятия по субботам. Три урока. Окружающий мир. Вроде бы математика. Русский язык. Что это такое. Вот с января уже будем ходить. Так, сейчас я почищу. Он где-то маленький. Он где-то маленький. Все, с Дамиром поделилась апельсинчиком. Еще нам посоветовали Дамира отдать на плавание. Я вот не знаю. Так боюсь. Потому что, ну, то, что ребенок вообще не умеет плавать. А вот брат у меня, Захар, ходит на плавание и плавает так хорошо уже в соревнованиях участвует. Не помню, со скольки лет его отдали. С шести, кажется. Вот сейчас до сих пор ходит и плавает отлично. Вот посоветовали на какой-то спорт пойти. В том числе на плавание посоветовали. Поэтому я вот думаю на плавание ходить. Это получается у нас платно. Бассейн возле мамы находится. Вот. Занятия два-три раза в неделю тоже. Так что вот с января мы пойдем. Получается в школу дополнительную. И может быть еще и на плавание. Мама просто на эмоциях с этим вождением. Говорит, в руль вцепилась двумя руками. Боюсь отпустить. Вообще страх. Вот она полтора часа вчера каталась. Вообще эмоции море. Сама до автошколы назад вернулась. Они приехали. Он ей конечно помогал. Он ее уже и развороты просил делать. Получается там за городом дорога на аэропорт. Она говорит, какой разворот? Он ей помогал конечно руль крутить. Потому что она первый раз разворот делает. Еще не понимает, как это. Что это. Ну вот. Надеюсь у нее все получится. Хочу, чтобы уже права точно получила. С теорией у нее все вообще отлично. Намного легче. Теория она уже хорошо прям знает. Каждый день решает. У нее все получается. Вот. У нас сегодня прохладно. Минус 15. У нас уже было минус 36 недавно. В этом году. Вообще мороз, мороз. Я сейчас капец как засела на русские мелодрамы. Смотрю там сериалы по 3 часа, по 9 часов. И просто засела на эти мелодрамы. Слезы, переживания. Прям мне вот понравилось их все смотреть. Я уже наверное все пересмотрела. Посмотрите тоже какой-нибудь фильм или сериал. Хороший. Может быть русский. Всякие сопельки смотрю. Сейчас буду кушать. Ножки куриные делать. С макаронами. Завтра уже собираю супчик. Сейчас с Дамиром рисовали открытку, там елочку, все. Деду Морозу уже письмо писать будем. И это. Поняла, что у него там в углу, вот где он рисует, вообще за рабочим столом так темно. Поэтому сейчас я поеду в магазин и куплю ему настольную лампу. Надо. Мы недавно кстати кран поменяли на кухне, потому что у нас тот был старый, тек еще от предыдущей хозяйки. Кран новый купили. И теперь он наконец-то не течет. А то мы каждый раз перекрывали холодную воду, когда не пользовались краном. Это вообще жутко неудобно. Но теперь он поменял, видите, еще фильтр. У нас там фильтр есть. Но новый фильтр поменял. И теперь у нас фильтр течет. И короче надо еще заехать в сантехнический магазин, какую-то резиночку купить. Ну прям с фильтром наверное ехать, не знаю. То одно, то другое. Все течет, течет куда-то. На улице так холодно, даже выходить не хочется. Никуда ехать. Кстати, ключ от машины мы так и не нашли. Но мы получается сделали пол в комнате Дамира. И получается мы все оттуда по мешкам перебирали. Всю комнату выносили. И теперь я точно могу сказать, что у Дамира в комнате нет. Вот если бы делать полы в других комнатах, так же все перерыть, то может быть и найдется. Но до сих пор не нашелся. Пользуемся одним, который у нас есть. Поэтому да, конкретно я куда-то засунула. Может не засунула, может реально потеряла. Вообще не знаю. Жалко конечно. Такой ключ восстанавливать дорого. Так, потому что какие-то чипы или что. Фиг его знает. Поэтому Такую я ошибку сделала. Большую. Лучше бы не забирала этот ключ. Приехала я в магазин. Купила Дамиру лампу настольную. Лампочку на нее. И вот на наш фильтр резиночку поменять. Тоже купила в сантехническом магазине. Все, сейчас уже поеду домой. Город так украшен красиво. Сейчас в магазине увидела елочку такую беленькую. Ну, маленькую. Достаточно. Думаю, вот лучше бы я такую купила. Маленькую я бы поставила Дамиру в комнату. А эту огромную нашу 2 метра вообще не хочу ставить. Вот маленькую бы хотела. Не знаю, может наверное уже на следующий год хочу маленькую купить елочку. А в этом году уж как-нибудь так. Большую придется ставить. Все. Поставила я Дамиру лампу. Теперь тут вот сидит и рисует хотя бы света у него больше. Так, я уже поставила курочку, посудомойку и смотрю сериал. Мне Дамир сделал кольцо с бриллиантом. Видели когда-нибудь такой большой бриллиант? Мам, нет, подадим я. Ну, подарил, да. Сейчас буду мыть раковину, ванну, туалет, все. И решила шуманитом вот от засоров засыпать раковину и ванну. Потому что в раковине ужасно плохо выходит вода. И вот надеюсь это поможет. Так что сейчас буду этим заниматься. Надраила я все ванные комнаты. Ванну, туалет, раковину, все надраила. Пробила шуманитом трубы. Уже вода хотя бы нормально идет. И устала. Я в туалете все продраила. Кафель, унитаз, пол, все, полочку, все продраила. У меня еще не было перчаток. И я одела салфановый пакет на руки. И салфановыми пакетами защищалась. Ой, сейчас 8 часов, но я так устала. Я не знаю, вроде ничего не делала, я так устала. Хочется просто лежать и все. Ничего не делать. Завтра воскресенье. Я встаю где-то в 7 часов встану. В 7. Заведу машину. Вебаста отработает до 7. Вот заведу машину. И поеду за Геной в аэропорт. Встречать его. Поэтому сегодня лучше пораньше лечь. Так что буду я с вами на сегодня прощаться. Всем спасибо, кто был со мной. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ой, Гена не успела приехать. Уже весь с подарками. Еле дождалась Гена. У них рейс опоздал. И 40 минут на улице стояла. Хотела же посмотреть, когда прилетит самолет. Потом мы с Геной по магазинам. В итоге мы спустя 2 часа только домой приехали. Мама уже ждала. Ждала, нас названивала. Все в таких шикарных букетах. Да, 25 красных роз. Все, ставь. Второй день рождения. Да, муж приехал. Да. Ой, красота. Какое счастье. Папа, ну целый. Мы начнем вот с этого самого большого солнечного кольца. Ну, конечно, маникюр надо бы, конечно, сделать. Это браслет, да? Да. Со стразами творожки. А это подвесочка, да? Ой, красота какая. А тут что еще? Ой, тут еще наборчик такой обалденный. Ты уже выложила сережечку. Я уже посмотрела. Да, 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 да. Ой, тоже кольцо красивое. У нас все колечки. А ну-ка, дай подвесочку. Заснимай. Такая прям под шейку. Хорошо. И такие сережечки. Ага. А что ты еще купил? Ну, мама такое любит. Все. Этим дело не закончилось. Еще золотые часики. Дополнение ко всему аксессуарам. Вот ко всем. Не, ну. А вот это нравится. Я все одела, солнышко. А вот это вот. Да, еще проститик только. Тут Гена купил еще какое-то... Что это такое? Это вино? Не знаю. Вино, вино. С кривым горлышком. С кривым горлышком, да. Оно там крутое. Рахат луку. И что тут в лохах? И вообще... Да, да, да. Будем выбирать духи. Духов просто. Я сейчас буду выбирать, какие мне... Джорджо, Армания, у тебя было? Дютифри все обошел. Сейчас буду выбирать, какие мне понравились. Дульти Габбана, Люба. Ой, тут Гена привез ананас прямо из Африки. Я открыла эти духи и даже не знаю, как им пользоваться. Такой вот интересный дизайн у них. Так что надо научиться. Хочу все понюхать и выбрать, какие мне подойдут. А тут еще знаменитое вино. Французское. С кривым горлышком. У него есть история. Вот. Так что знаменитое вино будем пить. В Питюг-12 мы принесли напрягу. Да, да. Вино оказалось чудесным. А горлышко у бутылочки кривоватое. Он вызвал винодела и говорит, я тебе сейчас отрублю голову. А винодел сказал, нет, ваше величество, бутылочка кланяется вашему величеству императорскому. Да, типа кланяется она вот так. Да. И с тех пор эта бутылочка такая и есть. Да, всю жизнь так делают, да. Да. Не знаю, какие пока выбрать. Лакост тоже прикольно пахнет. И вот эти розовенькие. Ибо обозно. Целую коробку кола купил. Ой, буду разбирать, что пока принесла от мамы. Тут два авокадо. С Малиги она привез. Масло ши для тела. Такая вот баночка я себе взяла. Буду маслом ши мазаться. Так, взяла двое духов. Вот такие. Уже научилась ими пользоваться. Тут сверху прыскать нужно. И еще вот такие вот духи Лакост. Тоже они мне понравились. Помадка. Помаду какую-то от Шанель мне тоже дал. Так. Тут чай. Я его попробую. Если он мне понравится, тоже с Мали. То я у мамы больше возьму. У них много таких чаев. Пока попробую. Это какая-то мазь для суставов. Маме в прошлый раз понравилось. И Гена целую пачку, там, 10 упаковок, наверное, или 20. Такой мази привез. И самое офигенное. Он мне купил камеру 4К. И с ней можно снимать и под водой, и везде. И даже вот на мотоцикл как-то прицепить на шлем. Ну, все можно снимать. Будем с Витей разбираться, как это, что это. Я пока даже не представляю, какие пользоваться. Так что вот. Еще и камера. Ну, вообще с подарками приехал. Еще Гена мне подарил букетик цветов. Правда, пока я его несла, уже помяла. Потому что, ой, в руки все не помещалось. Вот. А мне такие вот розочки. Подарил. Теперь на цветочки дома вкусно пахнут. Замечательный запах. У мамы, конечно, букет вообще шикарный. Я ей сейчас вазу отвезла, которая у нас со свадьбы осталась. Большая. Потому что ее букет, ну, длинный такой, большой. Я вот ей вазу отвезла. Как раз ваза пригодилась.